Добрый день, доброе утро. Мы сейчас с хозяином нашего херма, его зовут Цвики, и мы с детьми Робоброма выехали сейчас собрать виноград, поскольку хотим сделать вместе вино. И когда мы говорим о винограднике, сборе винограда, есть много разных редких заповедей, которые Тура заповедуют нам. Например, точно как всякий раз, когда мы собираем, нужно оставить так называемый перет, вы ойлились на дереве, или то, что упадет на землю. Это для бедных. Забовить Тора не собирать все, оставлять на дереве. И сейчас мы попробуем, чтобы Цвика нам объяснила, что такое перет и что такое ойлились, какие части винограда нужно оставлять на дереве. Я вчера учил Мишну, там есть очень много мнений. Мне очень интересно, как это лимайса, как это в реальности выполняется. Цвики, это спирано ли маасе, мазе перет и маза ойлилот. Мы в керем, 3 дуем, шехаха, перет, это то, что забывают. Перет, это как бы, это отдельные ягодки, которые остаются. В ойлилот, ойлилот это детки, да? Дословный перевод это детки, то есть маленькие, еще не созревшие виноградные, по-русски это называется гроздь винограда. Вот у нас есть гроздь, я срезаю виноградную гроздь, у него есть как бы плечи, да, и у него есть как бы каплеобразная форма, да? Это нормальная, обычная гроздь, и ее можно забирать себе. Вот это вот называется, у него нету плечей, у него нету каплеобразной формы, просто такой сбор винограда. Это называется ойлилот. Это бедных, это нужно оставлять на дереве. Поскольку цвика, он хозяин, то он оставляет это, и потом он будет отдавать это бедным. То, что упало на землю, ягодки отдельные, это называется перет, отдельные, да? Но если упали цельные, цельные гроздья, тогда их можно положить, вернуть в этот... В Мишне написано, что если... и в Рамбоме тоже, да? Что если ставят ящик, и все эти ягоды кипадо, это называется воровать у бедных, лекзоли таны. Знаете, это Рамбоме, это Мишне, это тьмой, да? И шехеха, это что, после чего закончили, он не остался. После этого, если мы забываем, что ты уже уходим, это называется то, что оставили, забыть. То, что оставили, не забрали, это уже называется забытое. Поскольку мы еще не закончили здесь, если он ушел далеко-далеко по обойтной стороне, дальше, чем рука, чем можно протянуть руку, это уже называется шехеха, то есть то, что забытое, это тоже нужно оставить бедным по закону Барея. Где? Да, да. Как это называется Миша? Этцектор semester. Я собираюсь подordenком. Это магн. Очень много. С. Возьми.